Девногорский суда Маграды. Вот только многих родителей это не устраивает. По их мнению, из-за забора стало невозможным подъехать к зданию со стороны улицы Бочкина. Но руководство ДДТ все же нашло выход из сложившейся ситуации. Мы пошли дальше, мы сделали удобнее и лучше. Так как центральный вход в ДДТ с улицы Бориса Полевого, мы с улицы Бориса Полевого, с левой стороны от лестницы сделали такую организованную стоянку для подвоза детей в ДДТ. Площадка расчищена, деревья срублены, площадка закатана. Сейчас территория дома огорожена наполовину. Работы будут закончены после наступления тепла. По моему обеспечению безопасности детей, забор станет надежным препятствием для основной летней напасти Девногорска. Коровы перестанут уничтожать цветы и кустарники. И детские площадки, наконец, приобретут цивилизованный вид. Наталья Крысова, Андрей Иванов, Новости НТС. Сегодня пятую школу посетил методист общероссийской программы «Школа нового поколения» Игорь Гребенник. Девногорск – это промежуточный город, его турне по учебным заведениям, работающим по этой программе. Перед обсуждением насущных вопросов с учителями, московский гость встретился со школьниками. Мы с теми ребятами, которые были в программе на Байкале, в лагере, в котором я являюсь директором в летнее время. Ну и они мне рассказывали о тех программах, которые они делают. То есть для меня, конечно, очень важно получить информацию не только от педагогов, участников программы, но и о том, как в эту программу включены дети. То есть у меня полное удовлетворение от этой встречи. С начала учебного года ребята школы номер пять проводили театрализованные занятия в детских садах Девногорска. По сказке «Волшебник из Умрудного города» они обучали дошкалят безопасности на дорогах. Подведение итогов игры стало темой сегодняшнего совещания воспитателей и педагогов. Мы попробовали рассказать на формате А4 вот такими вот схемками. Мы разрисовали их волшебник и мы его рассказали. Так что нам очень понравилось. Большое спасибо. Теперь мы знаем, кто это придумал. Первый блин не вышел комом, даже наоборот. Подобные мероприятия совместно решили проводить и в дальнейшем на основе других известных сказок. Андрей Иванов, Новости НТС. А прямо сейчас о главных событиях дня одним абзацем. Жительница нашего города отсудила у коммунальщиков более 115 тысяч рублей. Весной ее квартиру в доме на улице Набережной затопили талые воды. Причиной стала течь на крыше. За ремонт жилья обслуживающая организация платить отказалась. Женщина подала в суд и выиграла. С этого года тарифы на капремонт в Красноярском крае повысятся. Об этом опубликовано на сайте краевого правительства. Уточняется, что уровень взносов в среднем повысится на 30 копеек. В Девногорске автоинспекторы и школьники провели акцию «Засветись и защитись». В ее рамках организаторы популяризировали использование световозвращающих элементов среди пешеходов. Участники раздавали горожанам наклейки и памятки по правилам дорожного движения. В Красноярском крае издали календарь культурных событий 2017 года, которые будут проходить на территории всего региона. Так, 1 июля в Девногорске выступит под открытым небом оркестр на траве. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok